В данном видео давайте разберем системы подключения офисной сети к интернету, куда же без него. И тут у вас могут возникнуть следующие схемы подключения офисной сети к сети глобальной. Это раздача интернета через роутер или коммутатор и раздача интернета через ваш сервер. Давайте рассмотрим принцип работы обеих этих схем, их достоинства и недостатки. Раздача интернета через роутер. Это схема, при которой к вам в офис приходит кабель интернета, вы подключаете его к роутеру или коммутатору, а уже через него доступ в глобальную сеть распределяется по другим машинам. В общем, я думаю, данная схема прекрасно всем знакома, так как по такой схеме организован выход в интернет наших домашних устройств. Это самая простая схема и, как правило, подходит для использования в домашней сети, либо сети небольшой компании с количеством компьютеров, там, ну, около 10, от 10 до 20. Достоинства и недостатки. Из недостатков, что нет возможности контролировать трафик и ограниченный функционал. То есть нет VPN и каких-то дополнительных технологий. Хотя у тех же микротиков можно настроить VPN, так что тут опять же все зависит также и от модели оборудования. Из плюсов это все дешево и просто. Раздача интернета через ваш сервер. В данной схеме вместо роутера у нас выступает сервер. Не обязательно стоечный, как показано на слайде. Возможно, это просто компьютер, который будет выполнять функции сервера. На просторах интернета вы можете услышать название прокси сервера, межсетевой экран, сетевой фильтр, фаервол. И если речь идет о локальной сети, то все это так или иначе относится к данному серверу. Если для компаний важно иметь высокий уровень безопасности и богатый функционал работы с глобальной сетью, то такой вариант для них оптимален. Но он также подходит и для небольших компаний, если есть такая необходимость. Из недостатков это дополнительное оборудование, собственно, сервер. Нам нужно будет железяка, так скажем, либо виртуальный сервер, который также ресурсы потребляет. У нас дополнительное программное обеспечение, такое как, ну, самые распространенные у нас это интернет-контроль-сервер и IDeq.utm. Ну и также навыки администрирования межсетевого экрана. Из плюсов это богатый функционал, это VPN, распределение прав доступа между пользователями, ограничение скорости, балансировка интернет-каналов и многое-многое другое. А также безопасность. Это черный список опасных ресурсов, система обнаружения и предотвращения вторжения, анализ трафика на вирусы и дополнительный функционал. Теперь давайте вернемся к нашей ситуации. И для того, чтобы реализовать принцип работы на основе роутера, достаточно просто перевести в виртуальных машинах тип сетевого подключения на мост. Поэтому переходим в параметры. И здесь у нас сетевой адаптер, как мы ранее указывали, только для узла, то есть внутренняя виртуальная сеть. Переводим в тип мост и также репликация состояния физического сетевого подключения. Жмем ОК. И давайте перейдем в сетевые настройки. Посмотрим, что у нас там происходит. Центр управления сетями. Во-первых, здесь у нас ничего не происходит по той простой причине, что у меня отключен DHCP. Но сейчас, когда я перевел в режим моста, у нас рабочая станция в сеть должна отправлять запрос к DHCP серверу, который предоставит те настройки сети, с которыми мы можем работать в рамках данной сети, где мы находимся. Поэтому, во-первых, повышаем права и обратно включим DHCP. То есть автоматически сейчас получается через режим мост моя виртуальная машина выходит в мою физическую сеть. То есть отправляет запрос на получение сетевых настроек и этот запрос получит мой роутер. Как вы помните, мы отключили DHCP, который именно в виртуальной машине VMware Workstation, служба, которая идет вместе с данной системой виртуализации. Поэтому у него нет вариантов, он будет отправлять запрос именно в мою физическую сеть. Жмем ОК и смотрим, что у нас происходит. Хлоп. Во-первых, сразу же появился интернет, потому что у меня есть выход в сеть интернет с роутера. Нажимаем сведения и видим, какие настройки он предоставил. Во-первых, сеть стала 192.168.88 соответствует моей физической сети и IP-адрес 244 он назначил. Ну, собственно, все остальные настройки в зависимости от того, как у вас настроен роутер, служба DHCP на роутере. Что ж, можем проверить интернет, так ли это действительно. Если у нас доступ в интернете. Вот, Яндекс открывается. Поиск идет, интернет работает. Собственно, аналогичная история у нас будет на любом компьютере, где мы пропишем тип сетевого подключения, мост и, опять же, включим DHCP. Но, если вы хотите, можете вручную выполнить эти настройки. Вбить шлюз. Это как раз то устройство, через которое мы выходим в сеть интернет. Теперь давайте рассмотрим пример второго варианта реализации. На самом деле, мы не будем использовать стороннее программное обеспечение. Для того, чтобы продемонстрировать смысл такой реализации, мы сделаем по-другому. Сам по себе компьютер также может выполнять роль вот этого шлюза, то есть устройства, которое предоставляет доступ к другим пользователям, к сети интернет. Там нет такого функционала наподобие распределения прав между пользователями, настройки доступа к сайтам и так далее. Грубо говоря, компьютер у нас просто разрешает другим пользователям выходить в интернет через него. Так вот, как это реализуется? Одна сетевая карта у нас уже подключена по типу мост. То есть нам нужно две сетевые карты. Одна у нас будет смотреть в сеть интернет, вторая у нас будет смотреть в локальную сеть. Давайте реализуем это на примере 11 винды. Сеть, которая смотрит в интернет, у нас уже есть. Так что давайте добавим еще один сетевой адаптер, который будет смотреть в локальную сеть. Готово. Тип только для узла. Вот, сетевая карта появилась и идет идентификация. Но так как в рамках моей локальной сети у меня DHCP сервера нет, то у него ничего не получится. Он вот такой вот адрес получит. Поэтому первым делом я, как правило, чтобы не путаться, делаю следующее. Я переименовываю эти сетевые подключения, чтобы понимать, какое подключение за что отвечает. Здесь я вижу, что у нас идет внешнее подключение, которое имеет доступ в сеть интернет. А значит, я его так и назову интернет. Вот это подключение у нас будет локалка. Чтобы предоставить доступ в интернет. данного компьютера другим машинам, нам необходимо сделать следующее. Переходим по этому подключению интернет. Жмем свойства. И здесь сверху есть такая вкладочка, как доступ. Указываем галочку «Разрешить другим компьютерам сети использовать подключение к интернету данного компьютера». Закрыть. И теперь нам нужно... У нас локалка, как вы помните, был неправильный IP-адрес. Переходим сюда и смотрим, что он у нас также неправильный. Но так как мы его сделали как в качестве шлюза, у нас вот здесь автоматически прописался следующий IP-адрес. 192.168.137.1. Нам необходимо это все дело изменить под тот IP-адрес, под которым ранее у нас машина работала в локальной сети. А в частности, это было... Так, вот это все убираем. 192.168.0. Это 11. Да, значит 0.11. Здесь мы шлюз не указываем. Но в других машинах нужно будет указывать шлюз, чтобы они понимали, куда пересылать запросы, связанные с выходом в глобальную сеть. Давайте жмем ОК. Посмотрим, пока ничего у нас не произошло, можем сделать следующее. Либо перезагрузить машину, либо отключить сетевое подключение. И включить заново, чтобы все настройки у нас заново прописались. Как видите, не очень удобно, когда много каких-то административных задач, постоянно вводить эти настройки. Вполне возможно, что логичнее было бы у нас сделать все это под администратором непосредственно. Но, да ладно. Давайте посмотрим. Все, отлично. Теперь один IP-адрес у нас. 192.168.0.11. И давайте пропишем его в качестве шлюза на других машинах. Идем в десятку. Так, на десятке у нас экономист, если я не ошибаюсь. Переходим в настройки сети. И здесь у нас будет десятка шлюз. 192.168.0.11. И в качестве DNS-а. 77.88.88. Это DNS-сервера Яндекса. Для чего это делается? Чтобы у нас сайты отображались. Не просто пинги шли по IP-адресам, а также по DNS-имени у нас. Мы могли получать доступ в интернет. Давайте проверим. Так, Яндекс уже пытается что-то загрузить. Ну, давайте. Да, отлично. Ну, так мы проверили. Давайте пинганем, допустим, еще. Чтобы убедиться в сервер гугла. Отлично, связь есть. По итогу у нас получилась следующая схема сети. Ну вот и все. Теперь вы можете тестировать различные интернет-технологии. Кстати, стоит учитывать, что при такой схеме у вас компьютер, через который раздается интернет, должен быть всегда включен. Если выключен компьютер, значит некому раздавать интернет, значит интернета у других компьютеров просто не будет. Конечно, такой способ очень примитивный, и для подобных сетей нужно использовать какое-нибудь серьезное программное обеспечение. Могу сказать, что сейчас я собираюсь сделать курс по интернет-контроль-серверу совместно с разработчиками данного продукта. Так что следите за новостями. Продолжение следует...